Томат толстой. У любого садовода-любителя непременно имеется своя, хорошо проверенная коллекция томатных культур. В нее обычно входят растения, отличающиеся стабильно высокой урожайностью, а также приятным вкусом и хорошей устойчивостью к заболеваниям. К таким сортам без всяких сомнений следует отнести знакомые многим помидоры Толстой F1. Обратите внимание, название этого вида томатов может звучать по-разному, оно варьируется от ласкательного «Толстячок» и до почти официального «Лев Николаевич Толстой». Немного из истории. Родоначальником томатов Толстяк считается голландская компания «Бейзаден», специалистами которой еще в прошлом веке был разработан. Высокорослый сорт, предназначавшийся специально для незащищенного грунта. Он был назван в честь гения русской МСЛ. Н. Толстого и полностью оправдал ожидания селекционеров. Одновременно с высадкой на открытые грядки допускалось его выращивание в теплицах или под пленкой, что вполне соответствовало заявленным. Сроком созревания исходной он позиционировался как среднеранний. Согласно отзывам любителей садоводов, томат Толстой может быть отнесен к культурам, имеющим не просто высокую, а рекордную урожайность. Вместе с тем плоды этого растения отличаются прекрасными вкусовыми качествами, а само оно при развитии не нуждается в особом уходе. Характеристики и описания Томат Толстой растения и его куст предложены к рассмотрению. Томат Лев Толстой характеристика и описание сорта которого приводятся В этом разделе относятся к среднеранним культурам. Это следует из того, что с момента высева семян до появления самых ранних плодов проходит примерно 110-112 дней. Важно! Основная особенность этого растения заключается в том, что оно плодоносит очень длительное время, считается, что практически весь летний сезон. При этом в хорошо защищенной от морозов отапливаемой теплице с куста толстяка удается получить 2-3 урожая за год. Куст томата Поскольку томаты знатный толстяк относится к достаточно рослым культурам, необходимо страховочное подвязывание веток к шпалерам или кольям. Причем в этой операции нуждаются сразу все кисти на кусте, а их на нем может быть до 12 штук. Вместе с тем, одна отдельная кисточка может принести сразу 10-12 помидоров, вес каждого из которых около 125 граммов. Плоды Особенностью помидоров этого сорта считаются следующие характерные признаки по форме плоды томата Лев Толстой округло приплюснутые. В районе плодоножки, отличающей серебристостью, куст устроен таким образом, что наиболее крупные помидоры располагаются обычно на В самых нижних ветках отдельные экземпляры таких плодов по весу могут достигать порядка 500 граммов, отмечена закономерность, согласно Которой чем выше находится ветка сорта томат Толстячок ФФ1, тем мельче сами помидоры, обратите внимание. Одновременно с несколькими плодами на кисти могут развиваться и расположенные поблизости соцветия. Поверхность у самих помидорин достаточно ровная и сравнительно гладкая, она имеет отливающую глянцем плотную, но не очень жасткую Кожицу каких-то нежелательных проявлений типа растрескивания поверхности плода у этого сорта не наблюдается. Плоды томата Толстой они созревают очень дружно, радуют глаз хорошими результатами, большими объемами плодоношения. Наконец этот сорт спокойно переносит длительную транспортировку, причем в дороге томаты практически не мнутся и не теряют своего естественного вкуса. Разводимый в теплицах и на грядках томат Толстой ФФ1 имеет очень приятную на вкус и сладкую сочную мякоть. Внутри полностью созревшего помидора можно найти 5 или 6 камер, наполненных семенами. В процессе созревания плоды меняют свой цвет со светло-зеленого до насыщенно-красного оттенка. Что касается урожайности этого сорта, то, согласно имеющимся данным, с куста томата иногда удается собрать до 15 кг ароматных плодов. Помимо этого, его отличительной чертой является завидная устойчивость к большинству овощных заболеваний, характерных для культуры семейства посленовых. Применение и порядок хранения Согласно различным источникам томаты Толстой характеристика и описание сорта которых рассмотрены выше, довольно богатые витаминами и различными аминокислотами. На основе спелых плодов от универсальной культуры можно готовить разнообразные салаты, а также использовать их в качестве приправы. Пригоден сорт помидоров Толстой для консервации, в процессе которой сами плоды сохраняют форму и долго не растрескиваются. Дозревающие томаты из них также получаются очень приятный на вкус томатный сок, в который практически не добавляется сахара. Большой популярностью пользуются и необычные по своему вкусу соленые или квашеные зеленые томаты. Дополнительная информация Так как этот вид помидоров относится к сладким сортам, его очень часто используют для приготовления детских пюре и питательных составов. Томат Толстой отличают растянутые сроки созревания, из-за чего в условиях средней полосы России даже при выращивании в теплице все плоды не успевают до конца покраснеть. Но с этим проблем обычно не возникает, поскольку дозревать зеленые помидоры могут непосредственно дома. Сохранять их таким способом удается вплоть до Нового года. Дозревающие в ящиках или в других местах домашние обстановки помидоры по своим вкусовым кондициям практически не отличаются от тех, что сорваны с куста. Вегетация и уход Посев семян помидор Толстой как сорт томата размножается семенами, которые высеиваются в виде рассады в самом конце марта месяца. Порядок осуществляемых при этом операций приводится ниже. Сначала в осадочную емкость соответствующего размера загружается легкий. Грунт, представляющий собой смесь перегноя и садовой земли, важно. Почву повышенной кислотности для сорта Толстой использовать не рекомендуется. Полученный земляной состав затем подпитывают небольшим количеством древесной золы, а после этого проливают кипятком с растворенной в нем марганцовкой. Непосредственно перед посадкой семена обеззараживают с помощью перекиси водорода или они выдерживаются некоторые. Время в слабом растворе марганцовки иногда для ускорения всхожести замачивают в биостимуляторах ориентировочно на 12 часов. Посев семян томата в процессе посева семена заглубляются в уже готовую почву примерно на полтора сантиметра и засыпаются той же землей. После этого их осторожно поливают излейки с рассекателем, а затем накрывают прозрачной пленкой и ставят в теплое место. Первые всходы обычно прорезаются уже на 4-5 день, после чего емкости выставляются на хорошо освещенный подоконник и поливаются по необходимости пересыхания почвы не допускается. Пикировка и рассаживание в почву как только на рассаде на подоконнике появятся первые три листочка, ее необходимо сразу же пересадить в отдельной емкости с питательным грунтом. Одновременно с этим рекомендуется подкормить пересаживаемые ростки комплексными минеральными удобрениями. В течение ряда последующих дней рассада содержится в затененном месте, после чего выставляется на хорошо освещаемый солнечными лучами подоконник. При недостатке света на дне обустраивается дополнительное облучение в виде луминесцентных или обычных ламп. Для поливки молодой поросль используют небольшие объемы воды, не допускающие образования застоев. После увлажнения почвы ее верхний слой обязательно рыхлится, глубокое рыхление нежелательно т. К при этом можно повредить еще неокрепшие корешки. Высаживать оматы на грядку или в теплицу следует с приходом устойчивой теплой погоды, исключающей возможность утренних заморозков. В незащищенный грунт на грядке переносить ее допускается лишь при достижении температуры и показателя в 15 градусов. Непосредственно перед переносом молодые саженцы обязательно закаливают, вынося их на какое-то время на улицу. Пикировка томата в почву на грядках прямо перед посадкой основательно перекапывают, после чего в нее вносят удобрения и хорошо проливают. Обратите внимание, в качестве подпиток используется зола древесная и полный набор фосфорно-калийных смесей. Лунки под будущие кустики делаются на удалении порядка 40 см одна от другой, а междурядья устраиваются на расстоянии примерно в 60 см. Высаженную в почву рассаду следует основательно пролить согретой на солнышке водой. Последующая поливка организуется только через неделю. Достоинства и недостатки К числу достоинств томата толстой следует отнести высокой урожайности, возможность высадки в любую почву, устойчивость к основным огородным заболеваниям, прекрасные вкусовые качества плодов и простота ухода за подрастающими кустами, универсальность применения плодов растения. Однако у него имеются и недостатки, а именно томат очень слабо развивается на почвах, с дефицитом питательной среды, при этом количество кистей на кустах и общая масса помидоров заметно снижается, сорт недостаточно устойчив к фитофторозу, этот недостаток сильнее всего проявляется в сезон дождей. В заключении отметим, что во всех остальных отношениях помидоры толстой соответствуют данному названию, каждый сезон обеспечивают садоводов богатым урожаем.